всем привет с вами сид продолжаем проходить лапе стэндж 2 так у нас так пока не будем щенка выпускать это еще убежит грибочек просится на улице слышишь я до сам россии скорее давно бы мог сделать все но что у тебя слислось она не лазит слишком много вещей что за херня но ругаться и правда хватит окей ладно прекращай ругаться конечно сам-то ты всегда вежливый как ухо вот эти пакет что-то туда напихал какого чувака не сможешь запихнуть в рюкзак сипом на море не бойся тебе супер что может супер сильный старший брат ассо круто спасибо шам ну что мы почти готовы а где грибочек стил наверное все еще писает пойду посмотрю где она я сейчас напомню бутылки и догоню вас так бутылки видимо в ванной ведро контейнер лекарства наполнить фляги так все видимо все что рюкзак взять а положить фляги окей так готова черт когда он делся давайте-ка сходим что-то мне это не нравится дэниэль 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 ты где так нам намекает видимо что надо по следам идти ну пойдем а лучше побежим так сюда нас ждет двухдневный поход пора выдвигаться кровь вот так что за херня то случилось смысле кровь как перелезть не к добру это Дэниэль? Дэниэль? Твою мать. Дэниэль? Не. Шевелись. Она убила ее. Убила моего друга. Успокойся, ладно? Послушай. Оставь меня. Я даже не знаю, вмешиваться или нет. Но ведь она и правда щенка убила. Опять же, ей просто кушать надо. Это же дикое животное. Ладно, вмешаемся. А то она делает глупости, сейчас потом жалеть будет. Иди отсюда! Иди! Нет! Нет! Муштруф. Почему? Дэниэль. Мне ужасно жаль. Но... Убив ее, ты бы ничего не исправил. Я с тобой. Все в порядке. Да, жалко собаку. Похоронили. Вот. Это лучше сделать тебе. И все? Что за ерунда? Мы даже не можем ее похоронить. Ну... Можешь сказать что-нибудь на прощание. Прощай, грибочек. Ты была очень хорошей собакой. Я никогда не забуду. Как мы с тобой бегали по снегу. И как ты любила свернуться к клубочкам. И... Я никогда тебя не забуду. Никогда. Спасибо, покойся с миром. Прощай. Спасибо? А за что спасибо? Спасибо тебе, грибочек. За то, что охранял нас в этом лесу. Мы будем помнить тебя. Шон. Шон. Как думаешь, она сейчас в раю? С папой? Да. Я уверен, что он за ней приглядит. Субтитры сделал. Что за аллергия? Не волнуйся, братец. На небе нет аллергии. Мы будем вместе. Им будет хорошо вместе. Окей. Ладно. Нам пора идти. Скоро темнеть начнет. Окей. Ладно. Субтитры сделал DimaTorzok. Жаль, что нам надо уходить. Так здорово было снова жить в доме. Давай. Ну, пойдем. Нам пора в путь. А как же мои ловушки? Мы их здесь оставим? Они помогут следующим беглецам, которые здесь будут жить. Я назначаю вас обоих стражами дома Грибочка. До встречи, пацаны. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Интересно, им без шапок не холодно. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну, судя по всему, кстати, музыка должна быть, которая выключена из-за авторских прав. Наверное, ставлю что-нибудь для атмосферы. Так что вы, скорее всего, мозг будет слышать. Сколько километров, интересно, им идти? Дорога. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы пришли, Дэниэль. Давно я тут был в последний раз. А когда? Еще до твоего рождения. Мэри Крисмас. Иди-ка сюда. Дай-ка нас погляну. Судар любит идеальную чистоту. Папа рассказывал, что она сделалась, когда разрешил мне привезти в дом снижу. Чтобы мне не выглядели, как оборванцы. Ну, давайте позвоним родственникам. А вдруг они ехали в отпуск? Или... Еще куда-нибудь? Мы что-нибудь придумаем. Давай еще раз позвоним. Да, мы слышали звонок. Просетины, но нам не нужны. Привет, Клор. Шон? Шон? Батюшки. Это... Дэниэль? Что там такое? Я слышал. Гляди, как нам пришел. Со стольких лет. Как? Какого черта? Как вы тут оказались? Стивил не выражаясь. Вау. Это долгая история. Ты знаешь, что он болеет, да? Окей. Как живы внутрь? Оба. Так, мы вроде встретили нормально. Я уж переживал, что такие проблемы начнутся с родственниками. Хотя, может, они еще начнутся. Дом вроде ухоженный, прибранный везде. Эй, это... Можешь еще подогреть? О, да. Он и так очень вкусный. Я дала Дэнилю лекарства от кашля. Ты не слишком хорошо о нем заботился. Для него все могло закончиться куда хуже, вам повезло. Стивен. Можно тебе на минуточку? А вот и проблемы. Приятно побыть в настоящем доме. Все какое-то веке. Твою мать. Может, я зря нас привел сюда? О, черт. Я так голоден, что я живот сводит. Я... Помню эту штуку. Я думаю, она раньше была в гостиной. О, черт. Здесь так неловко находиться. Они там говорят про убийство, полицию. Они там сидят в доме. Они там говорят. Они там говорят. Они там говорят. Так, я встать не могу. Я узнаю что-то. Хорошо. Все, Стивен. О, Господи. Так, сейчас начнется разговор. Милый, все хорошо? Налить еще чая? Спасибо. Мне хватит. Ну... Шон... Может, расскажешь... Нам позвонили пару недель назад из полиции. Все искали... По подозрению в убийстве. Если хочешь, чтобы мы вам помогли, скажи... Это ты ранил этого полицейского в Сиэтле? Так... Ну, во-первых, я знаю, что это не я ранил. Вот только какой правильный ответ будет здесь. Серьезно? Это полная херня. Давайте так. Нет. Херня это полная. Я его и пальцами накрогал. Ладно, ладно, шон, не кипятись. Мы просто спросили. Мы ведь знаем только то, что сказали в новостях. Я знаю одно. Он застрелил папу. И его больше нет. О, золотце. Нам очень жаль, что твой папа погиб. Но... Зачем было убегать, если ты не виновен? Ммм... Про Дэниэля нельзя говорить. Защитить. Они поймут, что это он. Но они поверят, каким образом маленький ребенок убил полицейского. Давайте скажем, что я испугался. Все произошло очень быстро. Я увидел копа на земле. И папу. И испугался. Понимаю. Бедняшка. Но... Но от этого тебе и твоему брату стало лишь хуже. Полицейские бы нас обязательно разлучили. Может навсегда. Дэниэля отдали бы к приемным родителям. Ты не знаешь, что ты его наверняка ошел. Но... Вы хотя бы добрались сюда целыми невредимыми. Мы рады, что вы уже бы здоровы. Даже страшно представить, что могло бы с вами случиться. Тебе нужно думать о последствиях, о долгосрочной перспективе. Я пытался. Я жду. Но я не могу сделать все. Ты усилен. И... Что ты будешь делать дальше? Поедем в Мексику? У нас в планах в Мексику да поехать, видимо. Ну, допустим. Мы отправимся в Мексику. Пуэртолобос. У папы там не ждал. Шон. Вы не можете прятаться от правосудия, как... беглые преступники. Как ты собираешься заботиться о брате, скрываясь от полиции? Вы тоже останетесь жить у нас. О, Стивен. О, Стивен. Может, нам стоит... Когда мама вас бросила, ваш отец запретил нам видеться с вами. Я его не виню. Но вы по-прежнему часть нашей семьи, и... мы вам это докажем, хорошо? Эм... Давайте спросим. Правда? И вы не боитесь? В память уже звонили из полиции. Господи, еще как? Мы тоже боимся для вас. Поэтому вам нужно соблюдать осторожность. Быверкрик маленький, и слухи тут... разносятся быстро. Нам можно остаться? Правда? Круто! О, Шон! О, Шон! О, Шон! Прикинь! Там наверху огромная модель железной дороги. Эй! Тебе нужно отдыхать, молодой человек. Да. Это верно. Но ему уже явно лучше. В общем, вы с Дэннием поживете у нас. Хотя пока Дэннием не поправится. А потом решим, что делать дальше. Так, я уверена, что вы голодите. Давайте приготовим вам что-то. Как ты себя чувствуешь? Супер Волк. Намного лучше. Намного лучше. Здесь тепло и уютно. И еда. Класс. Да, хорошо. Ну как тебе лучше? Ты уютно устроился? Кровать просто отличная. Спасибо, баба. Вот и хорошо. У тебя температура спала. Мне уже гораздо лучше. Но ты все равно ложись хорошенько. Отлежись. Давайте вместе почитаем молитву и воздадим благодарность. Это типа что-то сказка на ночь? Да, что-то вроде того. только сказка пришла к нам. Сверху. С потолка что ли? Ну что, помолимся? Просто follow my lead. Ну да ладно, давайте, к примеру, помолимся. Конечно. Почему бы ее нет? Нам любая помощь пригодится. Попроси благословить его папу. И Шон. И грибочек. И вас, дедушка. И всех остальных. И всех остальных. Ты такой милый. Благодарю тебя, Господи, что привел Шон и Данили в наш дом целыми и невредимыми. Позаболься о душах Эстебана. И грибочек. Прошу. Дай нам силу, чтобы превозможить былые тяготы и грядущие испытания. Аминь. 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 Так. Пора, байни. Отсыпайтесь. Отдых вам сейчас нужен. Только не грузите, буй. Не волнуйся. Мы слишком устали. Спокойной ночи. Ой. Еще раз спасибо. Спокойной ночи, бабуля. Я так рад, что снова сплю на кровати. И что душ есть, а это точно. И ты больше не воняешь. Ну. Клэр вроде очень заботливая. И добрая. Да и Стивен, кажется, тоже. Надеюсь, у нас тут все будет хорошо. Думаю, да. И что гораздо важнее, ты сможешь выздороветь. Шон? Мы сейчас в комнате где жила мама? Нет, она жила в другой комнате. Насколько я помню. Хотя это давно было уже. А давай? Загляни туда завтра. Может найдем ее старые вещи? Ммм. Зачем тебе это? Я не совсем ничего не знаю. Дэни, я понимаю. Но надо сосредоточиться на том, где мы сейчас. И куда мы держим путь. Мама бросила нас. Она сделала свой выбор. Нам тоже пора сделать свой. И перестать оглядываться назад. Понимаешь, о чем я? Угу. Ясно. Кстати. Ты отлично справляешься со своей. Вау. Ты понял. Мне интересно. Как у тебя это получается? Я не знаю. Я собираюсь с мыслями. И все происходит само. Ну, не думаю, что это. Хотя давайте спросим. Слушай. Это больно? Ощущение будто чешется что-то. И я очень устаю. Сочувствую. В общем. Не забывай правила, ладно? Иначе у Клэры с Кивеном возникнут вопросы. Понял, понял. Не показывай, не болтай. Помни об этом. И все будет отлично. Спи крепко. Волчонок. Биверкрик Орегон. Неделю спустя. Значит, неделю мы уже здесь повели, да? Это был смех? Блин. Я бы целый день провалялся в этой кровати. Но я очень хочу есть. Так, хорошо. Давайте-ка осмотримся хорошенько. Я даже не знаю, как выглядит Биркрик. Нам не разрешают выходить на улицу. Эх. Я скучаю по этой вечной грязной собачке. Гораздо сильнее, чем ожидал. Клэр молодец, что копал для нас. Это очень болезненно. А мамы нету, да? На фотографии. Это очень хорошо сейчас. Я люблю, что Стивен только имеет грязи и книги. Перевод отсутствует. Так, одежда. Клэр хотела выкинуть вещи, но... Мы убедили ее, что зашить и постирать будет вполне достаточно. Так, давайте оденемся. А то никто же в трусах по дому гонять. Я вот слышу детский смех и смех дедушки. Я вот не удивлюсь, сейчас виду, а там малой показывает дедушке фокусы. Фокусы с телекинезом. И это будет печально. Клевая штука на память. О нашем секретном доме в лесу. Спасибо, Клэр, но я никогда их не надену. А зря... Модные же. Дэниэль отрабатывает точность на этих штуках. Просто офигенно. Так. Инвентарь Дэниэля. Что это? Старый брезент. Этот брезент защитит нас от дождя или снега в пути. Хорошо. Крокодиск. Космолодка. Белобрысый демон. Пипец жуть. Пляга. Так, у нас что появилось? Эй, куда же ты? Я же еще не все осмотрел. Так. Плет. Старая книга нашел в одной из спальни. Наконец-то я смогу ее почитать. Так. Ухляга, да? Хорошо. Так, что у нас здесь? Это, видимо, история о том, как мы добирались... Твою мать, бедная собачка. Это, видимо, пробелы, как мы добирались до бабушки с дедушкой, да? Обжигающий холост. Пришлось найти Дэниэля. Пришлось нести Дэниэля три с лишним километра. Никто не остановился, чтобы помочь нам. Что с людьми вообще творится? Дэна уже лучше. Это ест как волк. Это хороший признак. Много общаемся с бабушкой и дедушкой. Очень неловко после стольких-то лет. Они всячески избегают разговоров про Сиэтл и Кэрон. За нами по пятам ходит огромный слон, которого все стараются не замечать. Как грубо. Слон имеется ввиду эту тему для разговора, который они обходят стороной. Про маму. Клэр, Рейнольдс и Стивен. Правило Рейнольдса. Осторожность, не выходить из дома. Никаких контактов без телефона и интернета. Ежедневные дела по дому. Домашка для Дэниэля. Лол. Желаю удачи, Клэр. Скучно пипец. Спасибо, что прийтили, но пора валить. Надо решить, что делать дальше. Никакого расслабона, ребятки. Ну и здесь просто зарисовки, да? Домик. Карта. Ладно. Хорошо. Что еще? Так, пижама. Канель выглядит как настоящий разбойник в этой пижаме. Так, это наш. Даже не верится, что мы протянули целыми месяцами по себе и до сих пор живы. Так. Что здесь? Так. Актив. Так. Шон. Наконец-то. Шон, ты проснулся? Чуть завтрак не проспал. Спускайся вниз, как будешь готов. Хорошо? Хорошо. Так. Чу-чу-чу. Чу-чу. Ту-ту. Осторожно, босс. Мы сильно разогнались. Так надо. Мы выберись из графика, но мы распугаем всех пассажиров. Ха-ха-ха. 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 С железной дорогой играют? Ладно. Мне все равно. Поднажмем. Нужно срочно идти на кухню. Флэр уже ждет нас. Так, нет, давайте-ка поговорим со Стивом. Так. Я рад, что они подружились. Ты нелидиальный внучек. Как дела? Смотрите, кто пришел. Но на экспресс уходящий в 9.15 ты уже опоздал. Эм... Эм... Да не страшно. Поеду на следующем. Он отправится после завтрака. Смотри, не опаздывай. Не опоздаю. Так. Давайте-ка прогуляемся по дому. Цветочный горшок. Охереть. Я эту штуку разбил лет десять назад. Даже не верится, что они ее склеили. И оставили. Все время, что мы здесь, она была заперта. Хотя мне, в общем-то, похер. Наверное, это комната мамы, да? Так, ванная. Давайте-ка умоемся. Я раньше ненавидел чистить зубы. Прямо как Дэниэль. А теперь изложу зубную пасту тоннами. Так, умыться. Как же мы неделями жили без горячей воды? Так, пустой стакан. Пару дней назад нам лежали чьи-то зубы. Интересно, Стивен или Клэр? Клэр, Эклэр. Так, грязное белье. Ого. Они сновидели нас запасом одежды на всю зиму. Это хорошо. Так, в туалет не хочешь? Поручень. Надеюсь, мне никогда не придется хватать за поручень, чтобы посрать. Так. Лекарства. У них так много всяких таблеток и прочих лекарств. Пора просто обалдеть, какая тут чистота и порядок. В нашем прежнем доме было... Не успел прочитать. Спальня. Сюда лучше не заходить. А то не разозляться. Действительно. Нельзя лазить по чужим комнатам. Ник, потому что никто бы не хотел, чтобы по его комнате кто-то лазил. Посторонний. Так, так, так. Надеюсь, у Клары Стивена не будет из-за нас неприятностей. Куда нам, собственно, надо? Куда ведет эта дверь? Стивен не хочет, чтобы мы сюда сходили, когда его нет. А что там? Так. Гостиная, да? Аквариум есть? А рыбок в нем нет. Черт, пахнет так аппетитно. Я жутко голодный. Так, так, так. Черт, пахнет так аппетитно. Я жутко голодный. Так, так, так. О, моя. О, моя. Убедите, кто проснулся. Доброе утро, Сон. Это из-за кровати. Она мягкая, как облако. Я знаю. Это точно. Так. Черт, присаживайся. Неужели ты не голодный? Да голодный, как волк. Дэни, пора завтракать. Твой брат уже здесь. Стивен, твой сын должен съесть сейчас. Ты можешь показать ему бокс-кар. Действительно, товарный вагон может и подождать. Я рада, что они так хорошо поладили. Так, ну, конечно, предложим помощь. Тебе помочь? О, не волнуйся. Я с закрытыми глазами справлюсь. Спасибо, что предложил. Ладно, ладно. Ну что, мальчики, наигрались? Мы везли экспресс с пассажирами. Но... У нас локомотив сломался. Нужно отправить его в мастерскую. Хорошо. Поезда на кухне не место, помнишь? Помнишь? Так точно, босс. Дэниэль? Чую-чую! Да. Вот Дэниэль сейчас привыкнет опять к нормальному дому и семье. О, милый. Он умеет починить свои поезда, но не может починить мою кухню. так что там у нас на завтрак очень как всегда привыкать образу жизни в провинции так да давайте скажем что здесь хорошо я да приятно быть вдали от всего кажется будто здесь нет именно поэтому нам тут и нравится здесь спокойно не то что в большом городе понимаю мне нравится тут прикольно спасибо на добром слове вы с нашими соседями вы подружились стараемся помогать им например чарльзу из соседнего дома его жена погибла и им с сыном приходится очень долго все это ли он бы совсем пропал но здесь и мы ему помогаем а сколько лет его сын я думаю вы с ним в одногодке так правильно за собой убираться надо нет не вздумай дэниэль ох мелкий я подумала что север у нас быстрый и док бабуль я хотел спросить кое-что про закрытую комнату я же сказал что там нет ничего интересного зачем ты ходил туда сегодня потому что там куча всякого хлама и вообще тебе опасно куда заходить ясно все будет в порядке почему бы вам не сходить погулять ты уже почти поправился можно и воздухом подышать я подошел подожду шона и мы будем гулять не будем шуметь гуляйте на заднем на заднем дворе ладно может тебе стоило сказать ему что это была комната клэр сейчас-то просто комнатно там ничего не действительно вот зачем его запирать но лучше нам так ответить дэни или нужно знать он они совсем ничего не знаю знаю бедный мальчик но его мама уже давно здесь не живет так что в комнату не ходите ладно я не шучу мама когда не с вами общалась с папой наговорила всего пару раз а потом пропала до общалась слушаешь я не хочу об этом говорить это прошлое в общем пока в моем доме соблюдайте мои правила ладно конечно обязательно рано это слышать шон а теперь ты найди своего брата дэниэль будет в восторге спасибо так значит надо сходить к стивену взять ключи у дедушки да так давайте рассмотрим все фотографии интересно где сделали вроде клэр и стивен не ездят по заграницам откуда снимок где вы стоите на пляже верили нет но когда стивен что о как здорово представляю как вы там рассекали волны вам понравилось но для меня там было все через чур райским а вот стивен наверняка бы остался папа говорил что пуэрто лобос это маленький рай еще бы он не говорил но ваше с ним мнение может и не совпадать посмотрим так игрушка я слышал как его репетировала песни у нее талант так слушайте и воспевайте двух праздников рождественский хор приходите петь с всей семьей яблочные береги и ног что такое ног и другие угощения от трональдс и понятно блин я же просил его не разбрасывать игрушки давайте приберем за младшим рождественские украшения сняли уже видимо я скучаю по папе его смешному акценту санты гринго так что здесь прости что я рассердилась шоу мне очень неприятно говорить об этом ничего все в порядке можем сменить тему так круто выглядит жаль только что сломан что случилось с кораблем с этой штукой стивен давным давно ее мастерил но потом она упала и он не знает как ее починить какая жалость но выглядит все равно круто ну да такова жизнь и надо мелкого попросить он исправит телекинезом да мелкий потом наедине останемся хорошо что они у меня есть будет чем заняться пока они все дружно смотрят телевизор я вчера взял почитать одну из книжек словно мыльный округ про старых белых теток посмотрел так книгу убрал да молодец прибирай за собой отдохнуть и порисовать так не давай-ка порисуем меня тоже нарисуй давай ну шо не надо мне рисовать я в таком виде не волнуйся я рисую всю комнату хорошо ты молодец что набиваешь руку тебе есть искра я не шевелюсь надеюсь я хорошо получусь я уже налюбовался теперь можно и рисовать мне надо развивать зрительную память бабуля давайте-ка бабулю нарисуем шоу смешоно диньель time to take the pen dude пять больше деталей окей хорошо шоу что еще что еще облактинав time to draw now давай теперь бабулю да теперь бабулю да мы в ку я думаю что я готова это так хорошо порисовали любовные романы чувство любви кашин принцесса страстная принцесса побег к удовольствию блин неужели клэр все это читает какой большой камин хотя он тут даже не нужен настоящая роскошь так разбила сердце не только себе да но и родителям клэр клэр кэр шон о чем ты хотел спросить а с ним много о чем можно поговорить что за история с вами с соседом ты про чальца битняга был тренером по баскетболу но ему пришлось переехать сюда после смерти жены теперь он работает на грузовой станции и в общем никак не придется ого в смысле жалко его мы стараемся ему помогать следим чтобы он не спился сын его крис настоящий ангелочек думаю Дэни хорошо на него повлияет ведь у него есть отличный пример для подражания спасибо я стараюсь как могу так как ты относилась к папе можешь сказать честно я не обижусь ваш отец был он был в себе на уме и все в смысле я знаю что вы с ним не очень доладили просто эстебан был совсем не таким как мы и не пытался наладить контакт по моему он пытался наладить контакт если честно даже вот вспомнить в гараже как он разговаривал с шоном не знаю не верю я в это ты а ты пыталась к сожалению нет вот в чем проблема иногда мосты просто сгорают дотла как же я теперь об этом сожалею не переживай он был бы рад узлать что вы приняли нас к себе спасибо тебе на добром слове шоу спасибо а ты знаешь что нибудь про папины похороны была прощальная служба мы не успевали приехать но отправили цветы прости шоу ничего я просто хотел убедиться что они позаботились надеюсь надеюсь вы когда нибудь его навестите когда нибудь да вы со стивеном уже давно вместе это целую вечность но чудесная вечность почти 40 лет обалдеть это же больше моего возраста мы сыграли свадьбу в прошлом веке спасибо тебе я чувствую себя совсем старухой я так понимаю у тебя есть подружка или я чуть было не начал встречаться с одной девушкой но теперь это в прошлом понимаю не жаль милый не справедливо что все это на тебя свалилось но это не навсегда надеюсь так все что ж спасибо Клэр на здоровье приятно поговорить со своими внуками так хорошо я не видел здесь ни одной рыбки за все время чтобы здесь живем видел здесь хоть одну живую рыбку? ни разу вот и я не видел а она есть спасибо что помогаешь прибраться ты молодец без проблем всегда пожалуйста так мольбер круто что Клэр рисует свои маленькие рисунки так лоб я надо убрать их в шкаф давайте приберемся чистая кухня чистая совесть Клэр Клэр могла бы участвовать в каком-нибудь кулинарном шоу она бы там всех порвала Клэр Клэр их разрисовала я не фанат такого стиля но выглядит впечатляюще да так что остальное д а мы кстати были в ванной комнате но там по-моему не было варианта выключатель свежий воздух наконец-то но сначала надо взять у Стива на ключи так давайте-ка посмотрим записка не могу сказать то ли это забавно а то ли Клэр слишком властная дорогой муж если ты решишь заняться стиркой следуй этим простым правилам не смешивай белое и цветное белье никогда добавляй по одной чашке стирального порошка красная коробка на каждую партию стираемое белье включай режим бережной стирки чтобы не испортить его опять с любовью твоя жена да так это что за дверь угу кладовая понятно кладовая значит здесь у нас что я понимаю почему они так любят свой город это тут довольно мило даже не знаю как когда я не знаю сможет вновь пойти в школу зачем вообще держать дома столько посуды кстати у бабушек и дедушек всегда так куча посуды прикольная игра но на пару раз каждый вечер надоедает так прибрёмся конечно вечером увидимся дружище так отлично бумага как не знаю даже не знаю так это мы уже читали так а здесь у нас что мне как раз нужен помощник будь добр передай клей который за мной конечно сейчас осторожней прости забыл предупредить считается я сейчас я сам минул твоя бабушка постоянно мне твердит но я ленивый старика я хочу спросить у тебя вы что дело было в проводке я всегда измени слушай я тут кое-что заметил в дэниэле и ведь понимаешь о чем я да вот те раз молчать до последнего не совсем о чем речь назвать что-то вроде невидимой силы какой-то божественный дар ты не любит притворяться все будто у него и сверхспособности больше всего и все ладно будь осторожен что он еще совсем юно конечно кстати давай сохраним это втайне очень верующий человек ей не понять она обожает дэниэля и хочет чтобы у вас двоих все было хорошо в общем я хочу сказать что возможно вам лучше остаться жить у нас я знаю что вы хотите добраться до мексики но да нет лучше уедем у нас есть номер тварь до лобасе папа мечтал мексиканских ребят бегать эту тайну скоро узнает весь бивер крик оставайтесь в америке нас с нами тебе нужно думать о братья его будущем и все такое нам нельзя оставаться это слишком опасно и в том числе для вас путешествовать нинчий опасно думаешь в шоке желал бы такое участие своим сыновьям нет конечно да теперь все по-другому я знаю знаю но ты все равно подумай только не своди себя хорошо кстати я сказала что у тебя есть ключи от сарая с инструментами да конечно вот наслаждайтесь солнышком ребят так дед что-то заподозрил только осторожнее в сарае там наверняка бардак спасибо спасибо я рад видеть тебя собер логер а в детстве ты боялся сюда заходить серьезно мой почему знал бы я но теперь ты уже взрослый можешь тут пошнырять я тебя не съехал круто так вот теперь откуда дед узнал про все это да это фото сделали когда я ушел на пенсию меня пришел поздравить сам мэтт вот это супер куда отличный был день жаль тебя здесь не было так это крис соседский парнишка я помог ему его папе построить домик на дереве почему ты держишь огненный меч ума не приложена этому малого фантазии не занимает что тут еще есть ноутбук прости шоу я знаю что вы соскучились по вашим играм и интернет но поверь перелик пойдет вам только на пользу тем более так безопаснее я я ну да она знаю как стивен явно обожает свою обе каталог поездов фотография мама видит что-то нашел я совсем забыл да ничего я давно уже не видел ее лица мне нравится много смотреть это больно наверно больно но она же все-таки моя дочка я не одобряю ее поступка но понимаю почему она это сделала круто а я нет прости шоу пожалуйста не рассказывай об этом клэр хорошо не волнуйся не скажу что там за история такая с матерью что-то дедушка с бабушкой скрывают мне кажется зачем тебе диско шар вы любите закатывать вечеринки нет это сувенир на память можешь не верить но мы с твоей бабушкой познакомились на дискотеке клэр сказала что вы вместе уже лет 40 или типа того да это похоже на правду давно это было но мы прошли все вместе огонь и вода это круто считай меня старомодным но по-моему таким и должен быть брачный союз вот и поговорили с дедушкой взяли ключ до взяли но он у нас не отобразился так появился у нас и новый рисунок хорошо так и здесь новое что-то появилось как правило это может читали это тоже ну хорошо на эту серию будет достаточно что же оценивайте видео если вам понравилось или не понравилось подписывайтесь на канал и смотрите продолжение всем удачи